привет други мои сегодня коса усвар на усвар на какая-то ну не суть разберемся пока не знаю что с ней говорят что давится я сразу снимаю глушитель смотрю поршневую поршневая замечательно а вот глушитель я вот не понимаю одного вот отверстия куда пухает выхлоп вот она на а вот это отверстие это откуда выфукивает неужели она завода вот такой маленькой должно быть вернее но завода есть такой маленькой ну разве хватает этого выхлопа в общем я сейчас рассверлю побольше и попробуем завести так она еще вдобавок вот тут маленькая еще закрывается вот этой штукой получается что она гасится уже сюда прямо вот нагоревший тут практически выхлопа нету как она работает вообще вот я рассверлил десяткой и немного тут почистил тоже подбил и тут немножко сейчас от ковыряю был выхлоп основная проблема в этих карбюраторах это вот эта мембрана вот она со временем деревенеет начинает щелкать вот щелкает и все его и перестает что пила что коса перестает работать вот это вот помягче мембранка вот я ее поставлю дырочку вот эту обязательно почистить вот эта крышка чтоб ровная была а не горбатая прижималась хорошо под нее не пропускал не проходил воздух вот это уже кривая вот она играет значит вот это ровная ставим вот эту крышку вся вот болезнь у них мембранах если бен бен брана костенеет я покупал китайский карбюратор снимал с него мембраны потому что ремкомплекта не было на какую-то косу и собирал старый карбюратор с новыми китайскими мембранами пилу я собирал и работала я ставил и карбюратор китайский но как-то с ним переливала вот ну с этой стороны она практически никогда не подводит вот эту можно поставить назад в общем вся беда в забитой сетке вся беда в забитой сетке сейчас соберем и и попробуем что получится пипочка колечко ну вот в принципе почистил сетку бушак освободил освободил я глушак дырочку побольше просверлил здесь почистил сетку крышечку дырку почистил было грязь набивший в этот вот эту она что же влияет дает мембране работать ну и все в принципе сейчас поставлю фильтр шмильдер и будем наверно отдавать в общем следите за сеткой в карбюраторе под этой крышкой и за мембранами вся беда мембранах если долго ну давнешний карбюратор дал много лет косе мембраны высыхают или от бензина костенеют и начинается не холостых не извести ничего такие вот дела вот сетку почистил пофукал везде и глушитель глушитель я вот насчет маленькой дырочки это я просто удивлен что там чуть ли не пятерка дырка сделано отверстие на выхлоп сейчас она и работает четче и я думаю она будет намного приемистей работать потому что хороший выхлоп будет я и в пилах так делаю все летом тоже такие жалюзи такие сделаны тоже очень-очень там они загорают со временем тоже их раздвигаю чтобы двигатель дышал ну что пробуем а что и требовалось доказать он даже пение распилилась что лески нет думаю нагрузку дам поря необходимо идет вот и все дал глушителю дых ты убрал грязь карбюратор все коса заработал буду давать час буду эхо вторую делать так 2 коса эхо срм 22 с без без а то не знаю хусвар на она там старший номер какая-то хусвар я сразу сниму глушитель и посмотрю состояние поршневой так ну что снимаем глушитель и что мы там видим видим мы там кромешный ад поршневой нет затерт от посвечу кольца затерт поршень здесь поможет только замена поршневой нужно разбирать поршневую вот и весь ремонт со второй косой почему я сразу снимаю глушитель потому что в основном получается так что люди льют масло бензин по норме я сколько раз убеждался и сколько раз говорил лейте не 100 грамм а 150 полторы нормы 2 пускай она дымит лучше один раз почистить глушитель и выхлопное окно раз в год чем поменять поршневую может быть я не знаю говорят что нельзя чтоб масло стояла долго бензин она разлагается бензин только свежий может из-за этого может люди льют но я заметил неоднократно что если лить по норме то обычно но необычно но 70 процентах ремонта кос сгорают поршневая не знаю почему может масло льют не такое хорошее может еще что но лучше всегда лить полторы нормы там сколько 100 грамм на 5 литров по-моему надо надо лить 150 грамм 200 т.д. есть и ничего пускай дымит пускай кощегаре ну больше чем 100 грамм лейте больше масла будут ходить и пилы и косы дольше это вот мой совет пускай знатоки лают меня как хотят но вот опытным путем я и в пилу и в косу свою лью 150 грамм на 5 литров а честно я лью я лью вообще на глаз я литр налил бензин и туда плюхнув масло на глаз там явно больше чем 100 грамм на 5 литров и ни одна у меня ни коса не пила вот сколько им лет ни разу поршневую не менял и таких вот у меня столом две пилы валяются с такими поршневыми синими тоже два штиля валяются им никак не купить хозяевам поршневые уже 1 2 года лежит коса все поршневые купола не коса пила 2 от полгода лежит пила штили 180 тоже с черными поршневыми сгоревшими это уже лили по норме все как положено ну вот все с косами ремонт закончен буду говорить хозяину чтобы покупал поршневую